коллеги добрый день начинаем нашу встречу сразу представлюсь меня зовут Лисовский Дмитрий я проектный менеджер по решениям видеоконференцсвязи компании тематика ко мне вы можете обращаться по любым вопросам связанным с проектом по видеоконференцсвязи ну и вообще если у вас возникают какие-то вопросы сложности буду рад помочь вам мой коллега старший фейсел инженер и Кушин Юрий это тот человек который помогает подбирать решения для наших любимых заказчиков также активно участвуют в процедурах выдачи оборудования для тестирования и проводит совместно с вами когда приглашаете ваших заказчиков нам в демо-зал в котором мы сейчас находимся и показывает рассказывает об оборудовании и заказчики уже уходят с пониманием как оборудование работает им гораздо легче после этого принять решение о приобретении этого продукта который они уже увидели в работе И уже уверены, что он им подойдет. Тема нашей сегодняшней встречи – E-Link Room Panel, панель для бронирования переговорных комнат. Я буквально пару слов расскажу о производителе. E-Link уже давно известен не только как поставщик телефонов. Компания долгое время, в течение 7 лет, занимается производством решений для видеоконференц-связи. Стала заниматься производством и поставками гарнитур. И буквально в прошлом году появилось новое направление активности – это решение Smart Workspace. Ну, в достаточно вольном переводе на русский язык – умная переговорная комната. И как раз одним из представителей этой линейки является панель бронирования переговорных E-Link Room Panel. То есть, на нее мы сегодня в основном-то и будем вещать. Потом, для чего эта штука, зачем она, что она умеет, что она себя представляет. Коллеги, если у вас будут сегодня какие-то вопросы, смело пишите сразу в чат. Мы с Дмитрием будем смотреть активно в чат в том числе. И если тема подходящая в данном разговоре, то мы будем их озвучивать и отвечать на ваши вопросы. Ну, а по поводу более такого точечного, содержательного описания, что у нас будет в ходе нашего вебинара, это что в переговорных комнатах, как все привыкли, не только можно в видеоконференц-связь устанавливать терминал для видеоконференц-связи, но также нужно и, скажем так, обеспечивать некую защиту переговорных комнат от несанкционированного доступа туда, чтобы не отвлекали от разговора, от уже идущей встречи, что для этого предлагает Ялинк, сколько это стоит. Вопрос денег, мне кажется, он всегда самый актуальный. И для каких еще сценариев можно использовать оборудование, про которое мы сегодня будем говорить, а именно про саму сенсорную панель. Да, все так. Ведя разговор о переговорной комнате, немножко попытаюсь описать такую достаточно стандартную модель. На примере даже нашей компании переговорная комната представляет из себя закрытое помещение с глухой непрозрачной дверью. И для того человека, который находится снаружи переговорной комнаты, непонятен статус занятости. Сейчас переговорная комната свободна, можно и пользоваться, в нее заходить. Либо она занята кем-то, и там проходят важные переговоры, совещания. Нередко так случается, я бы даже сказал часто, конкретно, например, в нашей компании, когда у нас происходит либо внутреннее, когда приезжают партнеры, естественно, совещание уже важное, приоткрывается дверь, и сотрудник заглядывает внутрь, чтобы понять текущий статус занятости, или посмотреть, кто участвует, кто находится внутри, ищет какого-то сотрудника. Это не способствует концентрации на встрече. Естественно, отвлекаются все находящиеся в переговорной, и немножечко может теряться низ повествования. Ну да, это очень сильно взбивает, да, о каких-то вещах говоришь, о каких-то стороне у тебя или за спине, и, значит, ты сфоксируешь свое внимание на человека, который пытается войти. Конечно, ты просто обычно отвлекаешься, поворачиваешь голову, смотришь, кто пришел, и отвлекаешься, повторюсь. Но данная проблема решается даже по своему введению системы бронирования, если эта система бронирования функционирует на сторонней платформе. Немножечко поясню, опять же, на примере нашей компании система бронирования, переговорных комнат разорнута на платформе Битрикс24. Мы резервируем переговорные комнаты, когда хотим ими воспользоваться, когда у нас назначены, запланированы какие-то мероприятия. Но для того, чтобы увидеть конкретно сейчас, в данный момент времени, переговорные заняты свободны, мы можем увидеть это на компьютере, на телефоне. То есть, должно зайти на сторонний какой-то ресурс. Конечно, проходя мимо переговорной комнаты, гораздо легче открыть дверь и заглянуть внутрь. То есть, проблема не решается какой-то системой бронирования, которая находится на стороннем ресурсе. Но у компании E-Link решение этой проблемы есть. Это стильная панель бронирования, которая располагается непосредственно перед входом в переговорную комнату, либо вообще в любое помещение, и информирует человека, который пытается войти в переговорную комнату. Который просто находит рядом с переговором, он информирует, что сейчас происходит внутри. Занята переговорная, свободна одна, можно туда заходить, или там какое-то важное совещание, и заходить ни в коем случае нельзя. Даже если не важное совещание, то все равно туда заходить. Правильно, Юрий, как раз говоря о цветах. Первое информирование происходит благодаря советовой индикации. Здесь прямая аналогия со светофором. Интуитивно понятная. Красный цвет означает «стой, не заходи, помещение занято». Зеленый – вперед, путь свободен, помещение доступно, им можно пользоваться. А также отображается информация о скором начале бронирования, когда скоро начнется встреча. То есть ты, заходя в помещение, понимаешь, что им можно воспользоваться какое-то короткое время, потому что скоро будет забронировано заранее встреча. Либо вообще, что она все-таки занята там за 5 минут, и свои вопросы за 5 минут не решишь, поэтому, значит, надо искать какую-то другую переговорную комнату. Абсолютно верно. Важным фактором в нашей панели являются яркие светодиодные индикаторы по бокам. Я даже покажу. У нас панель наконец-то в наших руках, потому что очень долгое время наша панель была в тестировании, потому что пользуются спросом, и заказчикам, конечно, интересно посмотреть. Очень яркие рамки во всю высоту, двум сторонам. Плюс этого – возможности издалека видеть статус занятости. Например, если у нас какой-нибудь длинный коридор в компании «Большой бизнес-центр», и мы издалека видим, какие переговорные заняты. Зеленый, конечно, означает, что они свободны. Ну, не надо будет тратить свое время, идти метров 20-30, сколько вам, какое расстояние. Производитель заявляет нам, что с расстояния 20 метров будет видна индикация. Я тебе скажу еще больше, что у него можно отрегулировать яркость, можно объемать поменьше, то есть он там будет тусклый, но все равно видно статус занятости переговорным кулаком, либо прям совсем ярко. То есть то, что сейчас у нас настроено, это примерно наполовину. Там прям можно, прям ядреный такой цвет. То есть я сейчас показывал партнерам неполную возможность условно, да. Ну, опять же, тут камера, не факт, что передаст реальную картинку. Лучше тогда это все вживую посмотреть непосредственно. Конечно, тем более такая возможность есть. Мы, повторюсь, оборудование предоставляем в тест с нашим партнером. Немножечко дополню, что индикация – это первичная информация, которую мы можем посмотреть даже с расстояния. Но, подойдя ближе к панели, мы уже можем увидеть гораздо больше информации. И первое, что бросается в глаза – текущая дата, время, название переговорной и ближайшие события и систему бронирования. Текущий статус и ближайшие события, которые внесены в систему бронирования. А если события происходят сейчас, то информация об этом текущем событии, например, о совещании. Мы можем понять, какая встреча сейчас проходит. Благодаря этому у нас там 8-дюймовый экран. Мы знаем, что на рынке есть решение 10-дюймовым экраном. Наверное, есть и больше панелей. Да, действительно. Разнообразных факторов бывает. Ну, вот у Ялинка это 8 дюймов. И, наверное, меньше 8 дюймов уже будет не очень комфортно смотреть. Уже будут вырезачки совсем маленькие. И плохо уже будет плохо видно. Ну, вот 8 дюймов это, наверное, такое, наверное, может быть, не золотая середина, но отличный такой середнячок, как я бы, наверное, назвал. Для отображения и просмотра информации, отображаемой на экране. Я согласен с тобой. Главное, что на нашей панели доступна вся информация, она читается. То есть нам не нужно вглядываться. Действительно, достаточно для того, чтобы считать эту информацию. Я вижу вопрос от Андрея, о Игоре Андреичуке. Возможно ли использовать решение для бронирования конферензала? Да, собственно, как раз-таки вот у нас и идет вся сегодняшний вебинар о том, как можно ром-панел использовать для бронирования переговорных комнат, конферензалов. И вот то информация, которая будет отображаться на его экране, про что вот сейчас Дмитрий рассказывал, это зачастую зависит от той программного обеспечения, то есть тем бронирования, которую клиент вы используете. Потому что именно она определяет, что будет отображаться на экране. Про варианты использования с конкретно, с некоторыми видами системы бронирования у нас как раз-таки будет буквально через пару слайдов. Но если коротко, то в принципе и ром-панел может с любыми системами бронирования, у которых есть программные клиенты на операционную систему Андрея. Ну, мы чуть попозже об этом подробнее поговорим. Давай расскажем, что именно из себя представляет девайс, сама железка. Ну, во-первых, это устройство, корпус которой выполнен из металла. То есть это такая достаточно увесистая и благодаря металлу, что она у тебя не поцарапается. Хотя она, наверное, поцарапается не очень хороший пример. То есть это же будет очень аккуратно не пользоваться? Ну, аккуратно, да. Ну, в общем, стильный корпус, симпатичный. Такого в темных тонах сделан. По цвету какой, я не могу сказать. Там какой-то вот у них там. Значит, сразу бросается в глаза тонкий дисплей? Да, по заверениям от вендора он там буквально в 9 мм, даже меньше сантиметра. Но есть некий нюанс, про него мы чуть попозже расскажем, что у него сзади есть небольшой appendix, который выбирает из-за чего. В некоторых условиях его нельзя сделать заподлицо с экраном, как, например, с тем же Cubic, который мы уже продаем больше года. Панельный компьютер от компании Cubic. Ну, про способы установки мы поговорим чуть попозже. 8-дюймовый сенсорный экран, который позволяет, соответственно, 10 нажатий. Ну, наверное, это избыток. Обычно там парочка нажатий, которые требуются, чтобы нажать кнопку, резервировать и ввести адрес электронной почты, например. Это тоже про одновременные нажатия, именно. Да, да, да. Это обычно не требуется. Есть встроенный датчик освещения и приближения. Это обычно нужно для того, чтобы когда человек проходит непосредственно к переговорной комнате, к панели, она будет автоматически включаться. До момента того, как человека нету, зачем ей просто так гореть, тратить электроэнергию, она переходит в энергосберегающий режим, и там будет просто темный экран, а видно статус по LED-индикаторам. Это очень полезная опция, с ним были, ну, кроме экономии электроэнергии, понятно, что там идет незначительное потребление. Это сохраняет, продлевает ресурс к саму дисплея. Ну, да. Когда у нас панель не работает ноут-стоп. Также для того, чтобы, скажем, для повышения и удобства, и приятности использования устройства, экран покрыт, как говоришь, олеофобным покрытием, да? Все, верно. Не остается отпечатков пальцев. Ну, даже если и остаются, то их сильно будет меньше, нежели обычным. Они будут меньше видны. Представляете, панель, которая управляется благодаря касанием, люди разные подходят, трогают, нажимают. Конечно, есть вариант протирать постоянную панель, чтобы она у нас была визуально-эстетичная, блестящая. Но производитель позаботился об удобстве пользователя заранее и смотрел специально олеофобное покрытие. И это было бы очень видно, как раз на выключенной панели. Когда она переходит в режим сна. Если включенный, это еще не так бросается в глаза. Да и немножко других технических характеристик. Есть встроенная поддержка Wi-Fi, Bluetooth. Есть встроенный микрофонный динамик. Для системы бронировки обычно они не используются. Но как раз и для альтернативных каких-то решений. Например, для использования панели в виде Digital Signation, например. Либо для какой-то авторизации в виде, можно теоретически использовать ее, как вызовная панель домофона. В системе микрофона, конечно. Да, то есть микрофон. Так или иначе, есть возможность использовать почему-нибудь. Панель работает по ПОЭ. То есть, соответственно, можно обойтись без адаптера питания. Это очень удобно, что всего один азерной разъем для работы всей панели требуется подсоединить. Но если, например, в компании нету ПОЭ-коммутатора, то в комплекте идет адаптера питания на 12 вольт. Также в качестве решения мы можем, даже как компания, как Аккематика, можем предложить и ПОЭ-инжекторы, и сами ПОЭ-коммутаторы от компании Wi-Tech. Что несколько удобнее, все-таки считаем, чем адаптер питания. Ну, банально меньше кабелей тащить. Есть в комплекте кронштейны, крепления на стену и на стекло под разные углы наклона. Ну, наверное, это самое интересное, про сами железки рассказали. Вижу еще вопрос, что есть ли сравнение с DUR-таблет. С самой системой бронирования мы не сравнивали. А дальше у нас будет сравнение именно ROM-панел с конкурентами, в виде железа-железа, сравненные именно сами панели. Они у нас будут ближе к концу. Сами системы бронирования мы не сравнивали. Также Geolink представила и уже реализуют ROM-сенсор. Это датчик занятости, который работает по Bluetooth. То есть он полностью беспроводной датчик, который работает только с ROM-панел. Их к одной панели можно привязать до 4 штук. И работает он от батарейки CR123. Датчик у нас тоже здесь есть. Сейчас я его визуально покажу. Он имеет такие небольшие и малые размеры и поставляется только в белом цвете. И на треморский скотч он вешается где-нибудь на потолок, либо на стену, на то место, где он должен детектировать людей. Скажем так, зашел человек в переговорную комнату, либо в конференц-зал, и он тогда отрабатывает по занятости. Также помимо того, что он, скажем так, бронирует переговорную комнату, он это позволяет, точнее сама панель это умеет делать, по информации о датчике, соответственно, сделать быстрое бронирование. Юра, я правильно понимаю? То есть у нас, например, помещение не забронированное ранее, то есть имеющее в виду свободное, не нажимая ничего на панели, человек заходит в помещение, сенсор рассчитывает эту информацию, то есть видит присутствие человека, и в систему вносит информацию о бронировании. Да, то есть это реализовать можно. Не все системы бронирования это поддерживают на текущий момент. Но как раз-таки про доработку программного клиента мы с тобой поговорим чуть подробнее, расскажем, как это можно сделать. На текущий момент это гарантированно работает с одной, с облачным решением, мы даже сегодня не продемонстрируем это, если у нас хватит времени. Помимо самого бронирования, это панель, также температура и влажности в самой переговорной комнате. Можно это проверить и увидеть на самом экране. То есть информация вводится на панели? На самом экран, да, панели. И мы с тобой так или иначе пришли к использованию RoomPanel с различными системами бронирования. Начнем мы с решения для Microsoft Teams. Здесь сразу нужно добавить, что у нас само решение RoomPanel это аппаратное решение, и его функционал зависит от той платформы, которая на нем развернута. Совершенно верно. Это у нас есть прям специальная версия программного обеспечения для RoomPanel, после чего он работает только с Microsoft Teams. И с теми возможностями, которые ему предоставляет сама платформа Room Teams, MS Teams. Например, там есть два состояния. В основном это переговорная либо свободная, либо она занята. И в состоянии занятой, забронированной, можно по-разному это называть, оно бывает либо красным, либо фиолетовыми цветами. Опять же, это настраивается и выбирается на самой платформе. Именно для того вендора, который это, скажем так, решение предвинул. Либо под требования конкретного заказчика. Может быть, он хочет, чтобы занятость была розовая, например, или синяя свободная. Ну, различные варианты. Ну, вот в Microsoft сделано следующим образом. После включения устройства, ну, в сеть вообще питания, мы попадаем в раздел авторизации. И сама панель поддерживает два способа авторизации. Это авторизация через само устройство. То есть мы своими пальцами вводим адрес электронной почты и пароль к той учетной записи переговорных фонтов, которые хотим привязать данное устройство. И нажимаем «Войти». После чего система у нас авторизует и начинает работать, как панель бронирования конкретных переговорных фонтов. Либо через веб-интерфейс. По моему опыту, через веб-интерфейс это сильно удобнее, чем через само устройство. Панель в этом режиме отображает код, который мы должны ввести по специальному адресу. Здесь слева внизу можете видеть. Microsoft.com.device.login, после чего вводим пароль. И сами с своего компьютера выбираем, какой учетной записи будем привязывать это конкретное устройство. У Ялинка есть также и свои видеотерминалы для парфорума Microsoft Teams. И они будут, скажем так, синергировать друг с другом. Мы будем планируем, например, рабочего места, либо самой сенсорной панели. Это тоже можно сделать. И мы эту бронь в том числе увидим на самом терминале ВКС, который используется в переговорной комнате. На главном экране что мы видим? Ну, самую основную важную информацию, которая нам требуется. Ну, текущее время, название переговорной комнаты, список предстоящих встреч. Также мы увидим в зеленом цвете, что переговорная комната свободна. И кнопка «Зарезервировать». Это «Зарезервировать с текущего момента». То есть система не позволяет забронировать, например, через час, ну, непосредственно стоя перед переговорной комнатой, или выбрать бронирование другой переговорной комнаты. То есть текущая переговорная, и выбираем время окончания нашей брони. После чего нажимаем кнопку «Резерв», и все прекрасно. Мы забронировали переговорную комнату за собой, входя в помещение и делаем свои дела. Деловые дела. То есть это подойдет нам до тех случаев, когда мы подойдем к переговорной комнате, и видим, что она сейчас свободна, она нам нужна. Мы делаем бронирование, чтобы никто другой сейчас туда не вошел, не побеспокоился. Мы там проводим встречу, совещание, что... Да, и система, соответственно, не даст тебе возможность выбрать время, если там уже что-то занято. Например, если встреча у тебя есть, там через 30 минут, то ты сможешь там от текущего времени только на 30 минуте бронировать. Либо идти искать другое помещение для бронирования. Это же неудобно, что не будет пересечений между коллегами. Также есть у Ялинка решение и для Zoom. Тоже специальная версия ПО, которая полностью имеет бронированный интерфейс для работы в системе Zoom. В ней, точно так же, как и в Teams, есть два способа авторизации. Через экран самого панели бронирования точно так же мы вводим учетную запись и выбираем переговорную комнату, которую мы привязываем. Либо через веб-интерфейс по коду. Там уже другая ссылка, она имеет формат zoom.uc.slash.p. Идея та же самая. Вводим код ручками через клавиатуру на веб-интерфейсе и выбираем ту переговорную комнату, которую нам надо ее привязать. У Ялинка, как и в Teams, помимо панели, есть еще и видеотерминалы для Zoom.room. И данное устройство сенсорной панель тоже требует наличия лицензии Zoom.room. Без нее это не будет работать. И, как можно заметить, каждый вендор придумает свой собственный интерфейс на отображении и предоставлении информации. Ну, основные элементы, они так или иначе все есть. Я бы, наверное, хотел выделить, что список запланированных встреч, он отображается в середине экрана, и можно их выбрать, посмотреть информацию о них и отменить, например. Также внизу отображается статус занятости. Помимо ладжиндикатора, есть еще подсветка на самом экране. И кнопка «Зарезервировать». Экран резервирования здесь выглядит сильно иначе, нежели у Teams, и, наверное, возможностей побольше. Можно сделать название, опять же, записать там встречу, а с той компанией «Рыка и копыта». И вы можете заметить, что здесь есть требование к паролю, к комнате ожиданий. Это означает, что мы точно так же планируем и саму видеоконференцию. То есть не чисто само помещение забронировали, но и бронируем терминал, который там в этой переговорной комнате привязан. И мы даже можем отправить сразу с панели приглашение участников, добавив их электронные адреса, e-mail. Это очень удобно. То есть мы на панели бронирования сразу бронируем само помещение и создаем встречу. Да. И сразу же идут уведомления участникам приглашения на эту встречу. Опять же, можно это сделать с своего рабочего компьютера, но также и сама панель это предоставляет. Также не подсвечено, но вы можете выбрать другую переговорную комнату, если она занята. Подошли к переговорной комнате, видим, что она занята, нажали все равно резервировать и смотрим другие помещения, занятые, свободные. Можем их забронировать, не бегая и не ищая их по всему зданию. Давай посмотрим, тут вижу вопрос, тоже от игры есть. Меня интересует возможность использования решения без дисплеев, первоначальным доуправлением бронированием с возможностью бронирования через внешний веб-антерфейс заказчика. Меня интересует возможность использования решения без дисплеев, первоначальным доуправлением. Игорь, я не понял вашего вопроса. Я предполагаю, что речь идет про некую программу без самой панели бронирования. Наверняка на рынке есть данное решение. Наша идея вебинара, что нужна панель бронирования в любом случае. А, без дисплея, просто необходимо, наверное, более подробно описать задачу. То есть, нужна индикация, в этом случае потребуется. Можно предложить устройство, которое не будет обладать дисплеем, просто будет иметь индикаторы световые и цветом показывать статус занятости. Удянув такого решения нет, есть такое решение в компании Qubik. Тема сегодня вебинара у нас E-Link и Qubik. Вы можете обратиться к нам с данной задачей. Мы проработаем более конкретно уже после вебинара. А мы с тобой поговорили о готовых решениях, когда мы поставляем саму панель и уже предустановленную платформу под Teams и под Zoom. И перешли уже к следующей платформе. Расскажи, пожалуйста, подробнее. С самой компанией E-Link тоже есть, что предложить в плане системы бронирования переговорных фондов. И первоначально, о чем мы хотели рассказать, это о решении Workspace Management. Это облачное решение, которое является модулем системы YMCS – E-Link Management Cloud Server. Первоначально YMCS предназначена для управления всеми устройствами E-Link внутри компании. То есть это такой сервер AutoProvision, который позволяет, во-первых, делать настройку всех устройств, а именно телефоны, VKS-устройства, USB-гарнитуры и видеокамеры. В том числе у нас появилось еще и четвертое направление, с которым E-Link работает с тем бронированием, то есть они room panel. То есть видится в этой системе, их можно обновлять, настраивать, собирать с них статистику. Если, например, устройство имеет проблемы, то система просигнализирует, что с этим устройством проблемы. То есть это такое прям полноценное решение по мониторингу устройствами E-Link. И там есть модуль, который называется Workspace Management. И он отвечает непосредственно за систему бронирования. Здесь краткая выдержка из того, что умеет данное решение. А именно, мы можем привязать к двум полидарным системам, а именно к Exchange и к Офису 365. На самой панели, на самом интерфейсе, скажем так, управления, мы видим у настроенных переговорных комнатам их состояние, занятость свободно и предстоящие события. Также мы можем отрисовать план помещения. Там он, как-то называется, у всех парадов, это называется, у E-Link это вот flight board. И опять же собирать статистику о предстоящих встречах. То есть статистика, сколько встреч было проведено, как часто использовалось переговорные? Да, да, да. Вот здесь как раз-таки можно заметить, что есть так называемый процент резервирования, насколько часто, для такой хотя бы первоначальной цены. Можно, как ты видишь, с левой части создавать целые карты, как бы это сказать, директории. Ну, мы просто делим рисуем. Да, что у тебя компания может быть распространенная в одном городе, в другом городе. Или, например, как у нас в компании, есть часть переговорных на первом этаже, здесь переговорные на шестом этаже, для того, чтобы можно было их разводить. И не приходилось каждый раз бегать с первого на шестой при занятости, неожиданной занятости переговорной комнаты. Причем переговорные у нас здесь в здании на разных этажах. А демо-залы у нас уже в двух городах. Это в Москве и Екатеринбурге. Мы тоже можем привнести информацию сюда. Также к переговорным пунктам здесь привязываются сами непосредственно устройства, room panel, сенсоры. Здесь мы это все увидим. И можно выполнять настройки различные. А-ля сколько можно времени забронировать, когда автоматически, если мы не зачекинились, будет у нас отменена встреча. То есть там очень много настроек. О них, наверное, мы не будем рассказывать. Ну, немножечко, пару слов расскажу как раз про... Ты очень актуальный вопрос поднял, когда у нас переговорная комната была забронирована, но ей никто не воспользовался. Такая ситуация случается. Проблема возникает, когда переговорных недостаточно. Когда мы заранее создаем бронирование. И не все из этих бронирований, скажем, подтверждаются. Возникает ситуация, когда переговорные подстаивают при действующем бронировании, информации о бронировании в системе. И как раз благодаря системе подтверждения бронирования мы снимаем эту задачу. потому что мы перед входом должны подтвердить, что помещение мы будем использовать, мы подтверждаем встречу. И в противном случае, если этого не сделать, помещение автоматически освобождается, бронь снимается. Это очень помогает, когда ты, например, пришел, тебе приехал конечный заказчик, хочешь с ним переговорить на тему, случилось такое, что приехали, тебе надо пообщаться, ты смотришь, а у тебя занято переговорно, ждешь целый час, например, или только через час он освободится. На самом деле там даже никого и нет. То есть по системе бронирования мы видим занятость в абсолютно всех помещениях, а фактически у нас какие-то помещения поставили. Да. Ну, собственно, по поводу того, что будет отображаться на экране. Мы видим, опять же, название время, в правой части мы видим список встреч, если, соответственно, ничего нет, то все свободно, и кнопка «Забронировать», соответственно, переходим на кнопку «Забронировать». Здесь мы видим много интересных вещей, а именно, что в системе Ялинк Workspace Management мы отрисуем план, и этот план отображается не только на веб-интерфейсе, но и на самой панели, которая в этом, скажем так, этаже по нашему дереву отображается. Этот план интерактивный, то есть его можно при помощи как раз уже встроенного лукки тача жестами увеличивать, уменьшать изображение. То есть у нас уже необходимо больше одного касания. Мы видим прямо на плане «Занятая или свободная переговорная комната» благодаря сетовому обозначению. Ну, в нашем случае, в нашем примере они все свободны. И можно, например, здесь вот справа внизу, ты можешь заметить здесь, так, при стрелочке вверх, то есть можно этот план открыть на весь экран для того, чтобы... Если все увеличится, все будет наглядно видно. Но это не единственный план представления, который доступен. Можно переключиться на список, в списке ты увидишь, что находятся, какие решения в плане... Ну, в плане оснащения. Оснащение, да. Какой бордон у нас есть. Да. Мы заранее вносим это. Да, конечно. Это все заранее, а в регистратор все это занастраивает. И уже на основе выбора, во-первых, количества, на какое количество людей рассчитывает переговорная комната. Чем она оснащена, ты можешь, соответственно, ее выбрать. Мы можем отсортировать, например, вот мне нужна какая-то крупная переговорная от какого-то определенного количества людей. Да, также здесь доступны различные фильтры по различным и оснащению, по количеству людей, на которые она рассчитывает. И, соответственно, ты можешь себе выбрать, и у тебя список от этого будет меняться. Это тоже очень удобно. Я вижу, что там вопросы есть. Задача следующая. Заказчику есть пять конференциалов. Преявить решение, которое позволило бы управлять бронированием с рабочего места администратора, отображением общей информации в планированных помещениях на одном мониторе. И внешним интерфейсом для устоятельного бронирования специальным заказчикам. Наше решение, боюсь, что не подойдет. Можно пообщаться насчет решения, там, Дуртэблета, но предлагаем не в рамках текущего вебинара, потому что у Ялинка такого решения, к сожалению, нет. По данной задаче. Также многие знают, не все, но у Ялинка есть свой облачный сервер видеоконференц-связи, который называется Ялинк Митинг Клауд. Если коротко, то это альтернатива решению Zoom, то есть это облачный сервер, которым можно пользоваться бесплатно для проведения видеоконференц-связи. Например, ему точно так же доступно проведение персональной конференции с ограничением 40 минут на 100 человек. Но есть лицензии, которые позволяют проводить и неограниченные по временам видеоконференции, добавлять в конференции аппаратные терминалы, сторонние и Ялинк. И в том числе относительно недавно туда добавили возможность привязать к переговорной комнате комендарную систему. И не просто ее привязать, а также привязать и сенсорную панель. Для этого требуется коммерческий план, это либо стандарт бизнес-энтерпрайз и сама лицензия Ялинк.ру. А информацию об этих лицензиях вы можете посмотреть на нашем сайте, на нашем сайте есть цены. А по поводу приобретения, Митрий, скажи нам, как вообще приобретаются эти лицензии? Приобретаются, вы отправляете нам запрос, у нас система регистрации проектов стандартная, у Ялинка есть проектные цены, есть непроектные, но в любом случае необходимо в проект регистрировать, поэтому нужно к нам обращаться. И возвращаясь к предыдущей системе или в Workspace, на текущий момент возможно приобретение бесплатно при соблюдении условий. Количество устройств в системе должно быть до тысячи штук и срок до трех лет. Эта информация на текущий момент в дальнейшем, возможно, рендер что-то будет менять. Ну а лицензии, в отличие от того же Zoom, где клиент сам приобретает у Zoom лицензии, которую он хочет, у нас здесь это все по стандартной партнерской линии, цены розничные указаны на нашем сайте, но приобретаются личным заказчиком у нашего партнера. По поводу того, что доступно, коротко, если облачное решение поддерживает интеграцию точно так же с двумя стилами календарными, это Exchange и EOS 365. И, соответственно, позволяет то же самое делать дерево, в правой части можете определить, то есть поэтажно, и к конкретной учетке привязывать железку. После того, как мы Room Panel привяжем к E-Link Meeting Cloud, мы видим, опять же, все то, что надо, все то, что было до этого рассказано, не буду повторяться. Хотел акцентировать внимание на том, что здесь отображается информация, полученная с сенсора. То есть за дверью у нас 26 градусов, влажность 16%, ну, достаточно такая уникальная вещь, и также в этом случае будет работать и бронирование по тому, как сенсор найдет человека в помещении. То есть, например, вот мы здесь с Дмитрием сидим, у нас тут под боком лежит Room Sensor, который мы показывали, и у нас сейчас сенсорная панель находится в состоянии занято, и здесь написано Automated Component, то есть система автоматически забронировала на 15 минут. По самому бронированию здесь все очень просто на текущий момент, то есть мы можем только задать время, название встречи и нажать кнопку «Зарезервировать». То есть мы не можем забронировать и соседние помещения, только вот нашу текущую, которая нам доступна, но так как этот функционал дождался только недавно, вендор будет его развивать, и мы ожидаем появления новых функций, таких как, опять же, надеемся, что будет план помещения, возможность бронирования соседних помещений и так далее. Но это уже будет уже в следующем году. Ну, потому что все вещи будут востребованы, удобно подойти и увидеть, например, вот тот переговорник, который ты подошел, ее текущий статус, например, занято, и тебе нужно найти свободную переговорную. Их может быть большое количество, и ты на плане уже видишь, где эти свободные переговорные и как не пройти. Не просто номер помещения, 34, где она находится, тебе нужно искать кого-то в помощь. А ты на карте, на плане помещения ты видишь. Да, ну и вот как раз-таки пример, нужно не на камеру показывать, а сенсор увидел людей в переговорной комнате, создается автоматическое бронирование, создается оно по умолчанию на 15 минут, потому что предполагается, что человек может зашел в клининговую службу, убрать в переговорной комнате, либо что-то кратковременное так или иначе. Потому что если человек планирует надолго, то он берет и бронирует переговорную комнату. И уже там сразу указанием на длительный срок. Ну, на конкретный срок, который ему нужно. И мы перешли к такому большому разделу, который звучит как использование ROM-панели со сторонними системами. Мы сейчас вот только проговорили про решение Teams, где есть конкретная прошивка на ROM-панел, которая периодически обновляется с выходом новых возможностей и в Teams, и в сам Ялинк разработал что-то новое, как в Zoom. И вот третий глобальный раздел – это использование со сторонними решениями. Как раз-таки вот приступая к задаче, которую, например, сам Ялинк, Microsoft Teams и Zoom не может при условии, что Teams и Zoom сейчас официально на рынке… На российском рынке, да. …не представлено. То очень много есть решений, в том числе российских, которые, каждый из них имеет свою собственную, какую-то уникальную фичу. Кто-то работает с приложением на компьютере, кто-то работает с приложением на смартфоне, кто-то еще каким-то образом работает. И их, скажем так, продукты программные можно установить на Ялинк ROM-панел. Потому что, как мы говорили ранее, он работает на инфляционности и меандровать. Но зачастую требуется глубокая интеграция, не просто сюда поставить изображение, ну, например, какую-нибудь игрушку поставить, тот же самый Angry Birds и сидеть играть. Необходимо задействовать, чтобы у нас правильно работала индикация, правильно работали все датчики и все, что внутри нашего решения есть. Для этого как раз-таки Ялинк и есть возможность предоставить SDK и API для того, чтобы инженеры разработчиков смогли адаптировать своего программного клиента к нашим продуктам в лице Ялинк ROM-панелу. Скажи, пожалуйста, Никки, как вот этот процесс предоставления этой возможности осуществляется? Очень просто. Партнер обращается к нам, к дистрибутору. Мы создаем обращение к производителю. Необходимо подписать соглашение по неразглашению информации, это стандартная процедура. И после чего вендор направляет инструмент для глубокой интеграции своего устройства. Это как раз API. И также комплекс средств разработки, которые позволят программистам создать приложение SDK. В этом случае разработчикам будет облегчена задача по созданию программы. Не то, что они обязательно не смогут сделать, потому что у всех... У всех это индивидуально. Да. Поэтому каких-то затрат стороны коммерции не надо. Абсолютно. Здесь это все происходит на безвозмездной основе. Ну, естественно, сама панель управления продается, а уже все вспомогательные вещи для создания стороннего приложения предоставляются производителям Гелинка бесплатно. Опять же, если есть вопросы, обращайтесь к нам. Мы все проработаем. Каждый запрос индивидуально. Процесс установки сторонних программных клиентов крайне прост. Достаточно зайти на веб-интерфейс панели и в разделе Application установить просто в виде файла. Да, загружается только файл стандартный и происходит процесс установки. После чего мы, соответственно, это приложение можем через меню запускать. Все, ладно. Просто забрать. По поводу установки. Есть некие нюансы. Они заключаются в следующем, что у панели сама она... Сам экран панели тонкий. 9 миллиметров. Но у нее, как вы можете заметить, есть некая выступающая часть. То есть, все интерфейсы, они вывезены как раз в эту выступающую часть. Из-за этого в комплекте у нее есть несколько видов кронштейнов. Есть кронштейн под 20 градусов или под параллельное исполнение. То есть, вот такие вот два кронштейна. Они оба идут в комплекте. И, соответственно, уже через этот кронштейн мы саму панель крепим, может быть, на стекло, на дерево, на бетон, ну, в принципе, на любую ровную поверхность. Но стоит учитывать, что в текущем ее исполнении самая проблемная часть – это будет установка ее на стол. Потому что отдельного крепления кронштейна на стол нету. Ну, и, честно говоря, те, которые имеются, они полностью не дают возможность эту панель установить именно как на стол. Ну, вот такой как небольшой нюанс. Ну, потому что, прежде всего, панель подназначена для того, чтобы она все-таки была смонтирована именно на стену перед домом помещении, рядом с дверью. Но, опять же, есть кронштейн, который, если, например, запланируют, что мы ее вообще заподлицов сцены, то тогда это, опять же, уже никаких проблем не вызывает. Абсолютно. То есть, если в стекло мы не можем заглубить, ну, ни при каких условиях, например, гипсокартон, мы все-таки можем сделать заглубление. И у нас действительно останется только красивый, визуально тоненький дисплей. Да. И вот мы дошли до конкурентов. Опять же, всех, наверное, конкурентов мы не стали выводить, потому что многие конкуренты ушли с рынка, да и банально уже на слайд будет буквы настолько маленькие, что практически вины не будет. Но мы сюда добавили прямо даже конкурентов, которые мы сами продаем. Абсолютно, да. То есть решения кубиками поставляются. Сейчас мы еще с Room Display, это от производителей Ястар тоже начали работать. Мы начинаем. То есть это вот новый продукт, который выводится. И при сравнении с конкурентами, ну, в первую очередь, бросается, глаза прям выделяется, я бы сказал. Конечно, это индикаторы. На нашей панели они больше всех. Больше значат лучше вины, потому что они расположены по бокам во всю высоту и даже заходят на горизонтальной плоскости. Ну да, на верхние и нижние края, что как бы и позволяет еще и при просмотре наперед, то есть напрямую, да, смотреть, то будет видны как раз таки, говоря вот этим вот, обрамлением сверху. Да, да, они яркие, действительно, визуально они заметны. Говоря о диагонали экрана, да, мы видим, что на рынке достаточно много моделей сделаны 10 дюймов, но, как Юрий уже ранее говорил, 8 дюймов, это, наверное, та минимальная диагональ, на которой считается информация, она видна и считается комфортно. Вот это основное достоинство. И благодаря такой небольшой диагонали разрешение, то есть разрешение на панели HD в качествах, оно воспринимается, наверное, даже лучше, чем на панели управления с диагональю 10 дюймов. Самым важным отличием является возможность подключения аксессуара, это да, щекаром-сенсор полностью без проводов. Конкуренты таким похвастаться не могут, нам никакие провода не нужны. Ну да, у того же самого Пьюбика там, например, все аксессуары, например, ты можешь видеть, они проводные. Да, у них там есть преимущество, что ты можешь там по проводам большее количество аксессуаров, подключить их в вариации больше, но если, например, требуется сравнивать только с датчиком присутствия, то здесь у нас безусловно преимущество. Также, как несложно заметить, у нас есть преимущество и по цене. По цене это основное преимущество для заказчика, потому что, конечно, каждый заинтересован в минимальной цене, в минимальных затратах. И здесь мы среди конкурентов впереди всех. Да, потому что зачастую, опять же, общаясь с заказчиками в визуализационном зале, всегда у клиента возникают вопросы о том, что почему-то дорого, вопрос цены, как бы здесь немаловажный момент имеет. Раз мы поговорили по цене, да, уже обсудили ее, и, наверное, по поводу того, как это вообще все это поставляется, что это озвучит, что room panel бывает в так называемом трех ипостасиях, да, с трех вариантов работы бывает. Это room panel с Teams, то есть специальное программное обеспечение, room panel Zoom и room panel Basic. Основная сложность, наверное, и путанность это будет на слове Basic, ну, потому что все предыдущие, о котором говорили выше, они как бы узконаправлены. Конкретно платформа, ну, без задачи. Да, совершенно верно. А вот с Basic несколько сложнее, потому что вот именно вариант поставки Basic, его можно использовать и для работы C-Link Workspace Management и C-Link Meeting Cloud и для сторонними устройствами. Какой вариант мы будем завозить и держать на складе внутри? В наших планах введения единого артикула мы будем поставлять само устройство, саму панель и уже платформу, необходимую для работы партнер будет выбирать самостоятельно. И мы планируем, что ее можно будет скачать с нашего сайта и установить. То есть есть возможность вообще переустановки. Сейчас на нашем сайте, насколько я знаю, как раз написано просто ROM-панел, она находится в разделе Smart Workspace, умные рабочие места. Процесс обновления прост, то есть никакие лицензии или дополнительные, покупка дополнительных лицензий никаких не требуется. То есть просто идет банальная перепрошивка устройства и в принципе там из Basic можно сделать Teams, из Teams можно сделать Zoom и различные варианты. Ну и, наверное, в качестве подведения итога хотелось бы с нашей стороны акцентировать ваше внимание на том, что все-таки панель ROM-панел это все-таки бронирование переговорных комнат, ее первостепенная датчика. Расставная, я даже сказал, да. Везде, где у нас есть, у нас, у наших заказчиков, есть переговорные комнаты. И, соответственно, отображать статус бронирования переговорных комнат и дать возможность людям забронировать на текущий момент времени переговорных комнату, забронировать ее спустя час, ну, через спустя какое-то время забронировать другое помещение и, скажем так, дать возможность компании контролировать бронирование, насколько оно часто бронируется перед сама переговорной комнатой или, наоборот, эта переговорная комната не бронируется и, может быть, вообще ее переделать и заодно и сделать маленькие, потому что маленькие переговорные комнаты бронируются так или пользуются в ней чаще, чем большие. Это поможет провести аналитику, и особенно это востребовано в компаниях, которые сдают переговорные комнаты в коммерческих целях, в аренду. Также в компании, которые занимаются, это капоркинг, которые выдают по часам, по времени доступ к каким-то переговорным комнатам. Абсолютно, причем не в том понимании капоркинг, как в OpenSpace некий с рабочими местами. Есть разные форматы, например, на слайде мы видим отдельные изолированные рабочие места. На слайде мы видим несколько таких помещений, может быть гораздо больше. Посетителям, клиентам необходимо в них ориентироваться, необходимо понимать. Здесь мы видим прозрачные двери, но мы должны понимать, на какое время переговорная свободна, на какое время ее можно занять. Переговорная бывает даже открытая, то есть, знаешь, такой как пол-шаттл, или как одной стены нет, и ты просто сидишь напротив человека, и вы общаетесь друг с другом. Тоже можно забронировать, чтобы тени отвлекать. То есть, опять же, сфера. Полное разнообразие, сфера применения. В том числе, какой из вариантов мы можем предложить, это для не только бронирования переговорной компьютерной панели, она может находиться и внутри переговорной комнаты. Зачастую в переговорной комнате есть панель, которая позволяет управлять жалюзями, светом, скажем так, перифериями. Система кондиционирования. Совершенно верно. С климатическими складками. То есть, чем оба. Умный офис. Ну, умный офис, даже можно сказать. Я не думаю, она уже привычная. Тут не офис, это, наверное, умная переговорная уже, да, потому что все-таки управляется периферией внутри переговорной комнаты. Вот. То есть, тоже как вариант использования, почему нет. И на самом деле, вариант использования данной панели, он ограничивается только фантазией партнера нашего, заказчика, интеграторов. То есть, можно использовать панель для digital signage, просто какие-нибудь видеоролики крутить. Например, рекламные, да, или логотип компании. Либо для отображения каких-то медицинских учреждений. Крутишь рекламу, потом показываешься занятость или там запись приема врача. На каждом кабинете, да. На каждом кабинете. Очень удобно. Все разнообразие, оно заключается в том софте, который мы устанавливаем на панельный компьютер и инкрумпанел. То есть, в теории мы даже можем игры запускать на панели управления? Естественно, их создание. У нас 10 касаний как раз. Панель работает шустро, с этим проблем у нее не возникнет. Коллеги, наверное, мы рассказали все, о чем хотели на сегодняшнем вебинаре. Если у вас есть вопросы касательно тех решений, которые мы озвучивали, сегодня показывали, то задавайте. Мы, наверное, подождем. Если вопросов нет, то спасибо, что присутствовали на нашем вебинаре сегодня. Надеюсь, он был вам полезен. Мы тогда пока сейчас выключим с Дмитрием микрофон и подождем к вопросу, если они будут. Да, будем рады ответить. Приходите к нам на наши вебинары и дальнейшего. Приходите к нам на вебинары, приходите к нам в гости. Демонстрационный зал. Да, как сами, так и с заказчиками. Также у нас для регионов, а именно, может быть, это будет для коллег из Екатеринбурга. Интересно, что у нас открылся демонстрационный зал в городе Екатеринбург, и что туда уже можно записываться и посещать. Да, открытие уже произошло. Зал уже функционирует. Бронирование доступно на нашем сайте. Раньше могли выбрать только демонстрационный зал в Москве. Первый этап выбора – это, собственно, город Москва, Екатеринбург. Там можно посмотреть и на ВКС, и на телефоны, и на стема. Ну, в общем, практически все, с чем работает компания «Эпиматика», там можно посмотреть. Каллеги, вижу, что вопросов нет. Спасибо вам еще раз, что обстили наш вебинар. Надеюсь, что эта информация была полезна. Да, присоединяйтесь на следующие вебинары, которые будет проводить наша компания. И до встречи. До встречи уже, наверное, в новом году. Еще год не закончился, мы можем встречаться. В общем, до скорых встреч. Спасибо вам. Спасибо.